Ежегодная встреча церковь и молодежь предваряет большое торжество. Сретение Господне 15 февраля отмечается и Всемирный день православной молодежи. Для юных пытливых умов и ищущих правду сердец, Одинцовская благочиня совместно с Управлением образования подготовила душеполезную встречу на тему «Есть ли свобода у современного человека». То внимание, которое уделяет церковь молодежи, оно оправдано потому, что именно вы являетесь будущим церковью. И то, каким вы будете, то, какая будет в вашем сердце ваша душа вера, зависит то, каким будет будущее. Каждый раз приятно видеть, когда здесь присутствуют представители и наших округов, и наших школ, и все больше и больше ребят выражают заинтересованность. И я очень надеюсь, что сегодня через наши сердца пройдут какие-то новые истины, которые зародят в нас новые добрые дела. Автор книг о семье и браке, о выборе и самоопределении протеерей Илья Шугаев начал беседу с небольшого опроса, насколько присутствующие могут назвать себя свободными людьми, и что такое свобода в привычном понимании. Насколько вы себя чувствуете свободными? Я не буду там сильно изобретать. Возьму школьную обычную систему. У нас четырехбальная школьная система. Колов никто не ставит. Двойка – это значит свободы у меня совсем нет. Пятерка – это значит я свободен. Все. Это чувство, ощущение абсолютной свободы в своих действиях. Ну, четверочка, троечка. Ясно, что как мы себя ощущаем четверочниками и троечниками, понятно. Итак, попробуем сейчас. Мораль, государство, интернет и даже учитель физкультуры. По мнению молодежи, это лишь малая часть того, что ограничивает свободу человека. А если говорить о внутренней свободе, дарованной Всевышним, можно ли ее отнять? Встреча церковь и молодежь проводится каждый год. На нее приходят не только воспитанники воскресных школ, у каждого своя мотивация. Я захотела узнать больше про православный мир. Мне показалось, что это будет интересно. И мне хочется узнать, что будет. Все-таки надо знать свою веру, в которую ты веришь. А в православной встрече можешь дать ответы на вопросы, которые возникают у тебя? Ну, скорее всего, да. На какие вопросы ты хотела бы сегодня получить ответ? Не знаю, типа верят ли сейчас молодежь в Бога. И если, в принципе, не верят, то почему? Я для себя сначала хочу уяснить, что такое свобода, какая она бывает, расширить свой взгляд на мир, хотя бы немного. Православие что значит для тебя? Ну, для меня многое это значит, потому что у меня вся семья православная, и я с детства хожу в храм, пою тоже в храме. Свои вопросы участники встречи могли задать Илье Шугаеву по окончании беседы. Ворохи записок, темы самоопределения, веры, отношения в коллективе, духовного становления. Священник и публицист, многодетный отец и настоятель Михаила Архангельского храма города Талдом, Илья Шугаев говорит с молодежью поотечески убедительно. Духовное самоопределение – ключевое жизненное понятие, вера, основа, укрепляющие наши помыслы и поступки. А чтобы сердце не окаменело, его нужно размягчать добрыми делами. Мария Подъепольская, Евгений Мравлев, Артемий Моносов, телекомпания «Дзенцова».